Конечно, вы знаете, это очень важный, естественный и логичный процесс, когда появляется инфраструктура на территории, мы сейчас находимся в выставочном центре, когда продолжается развитие инфраструктуры, через год появится отель с большими майс-возможностями, пятизвездочный, в центре Петропавловска-Камчастерска. Но все это не работает без понимания общего в головах у того бизнеса, который на земле работает, у руководства региона, у всех внешних интересантов процесса, когда стейкхолдеры думают про одно в одном русле, в одном векторе, и для этого и создается форум. Поэтому он крайне своевременен, как я уже говорила на панели. Мы сейчас находимся как раз на том этапе, когда майс стартует, а вы знаете, когда стартует территория, имея за плечами огромный бенчмарк международный, каким образом развиваются территории с таким мощным, особо охраняемыми природными территориями, каким образом они себя выстраивают в отношении туризма, каким образом они себя работают и позиционируют для делового туриста. Это все есть, у нас есть совершенно фантастический, действительно органически сложившийся бренд, и региону очень повезло в этом плане, ему везет сейчас в связи с плоскими тарифами, потому что ничего не летит, если не развита система внутреннего сообщения, тут нет никаких чудес. И вот наконец-то это действительно стало реальностью. Перелет на Камчатку может сейчас позволить себе внутри страны большое количество людей. Это принципиально меняет вообще картина в регионе. Именно поэтому мы сейчас здесь наблюдали сразу несколько представителей крупных компаний, которые всерьез мыслят не Сочи, Сочи и Камчатка из Москвы, это теперь равноположные по цене понятия, да, не Сочи, не Петербургом. Мыслят всерьез, да, говорят о Камчатке как о возможной локации. Вот, поэтому мы, собственно говоря, и на самом деле панель, да, это только вишенка на торте, мы, конечно, вообще основная работа, она ведется в рамках вот всей нашей программы пребывания, да, это инспекции, да, это рекомендации тем коллегам, с которыми мы встречаемся на месте, да, есть очень мощные туроператоры здесь, принимающие, опытные, да, которые мы, возможно, наши советы будут полезны, в общем, именно ради этого мы летели 9 часов для того, чтобы быть полезным региону и будем рады быть полезны не в такой виде разовой какой-то инъекции, да, в долгую, потому что мы все говорили про долгосрочные совместные проекты, привоз фамтрипов, байеров, маркетинговая поддержка, запуск амбассадорской программы, проектирование сервисного дизайна территорий, что, говорю так не потому, что это там моя родная вещь, да, которой я занимаюсь, да, но это принципиально важная вещь, особенно для делового туриста, где осечки быть не может.